По выборам сейчас так получается, что все кандидаты были сняты? Нет. Цинизм ситуации состоит в том, что по документам, которые подготовила областная партийная организация, можно было снять всех 30, потому что у всех они не те же документы. Но сняли по суду только 17, а 13 оставили. Вроде бы как они могут снять любого, кто им не понравится. Или, ну скажем так, уже заранее выиграть выбор. Потому что ясно, что если из 30 кандидатов 17 сняли, то большинство в Совете это уже не получишь. А если большинство в Совете это не получишь, то там, как пел в одной песне Леонид Сергеев, вы можете кричать тут хоть до ночи. А пленку я давно истравил все. То есть уже бесполезно, по идее, бороться. Потому что если нет у тебя большинства, а единороссы все одинаково, я не хочу сказать, что они одинаково тупые, но одинаково голосуют, за застройку территории, за абсолютно дебильные предложения исполнительной власти. Поэтому уже все. Это считайте, что проиграли. Еще не начав игру, уже проиграли. Ну, а потом, конечно, они еще рассчитывают, ну, я имею в виду, власти на то, что они будут фальсифицировать выборы. Уже сейчас идет дозрочное голосование с абсолютными нарушениями. Все непонятно, что честных выборов никто не предусматривает. Это только лидер Единой России может рассказывать сказки о том, что мы будем участвовать в выборах честно. Ясно, что все это неправда, вранье, ложь. Вся власть погрязла по лжи. Но мы будем бороться дальше. Посмотрим. Сейчас партийная организация областная решает, что с этим счастьем делать. Потому что они подготовили протокол о выдвижении, который сейчас поставлен под сомнение судом. А вообще, сами выборы, когда округ еще до конца вопроса судей не решен, это вообще законно? Да все незаконно. И создание городского округа незаконно. Это фальсификация полная. Там, по идее, надо было посадить председателя Совета городского города Видное. Потому что он в нарушение закона подписал решение о, ну скажем так, создании городского округа. Согласие на сознание. Там можно было много чего сделать. Потому что все с нарушениями законов сделано. Но прокуратура не реагирует. Суды прибавительные. Решения выносят, ну вообще суды начали выносить удивительные решения не только по городскому, но и вообще. У нас есть Видновское городское правосудие, есть теперь отдельное правосудие какого-то суда, который там за репост может посадить, или там за плакат на 6 лет, а за массовое хищение вообще не сажали. Ну то есть все, у нас нет судебной системы. Продолжение следует...